Ксюша Соболь Ксюша Соболь Здравствуйте, мои товарищи, доброе утро Привет Ну и я, можно? Ну давай Барночка, сегодня у нас в студии не просто так У тебя сегодня, я знаю, ты вот после нашей студии сразу же едешь давать мастер-класс Да По танцу И не один мастер-класс, на самом деле мы запланировали всего один, но так получилось, что их уже три и хотели четыре Но я понимаю, что я не выдержу просто такого количества женщин, желающих танцевать, научиться Только ли это? Я хочу вам сказать еще, Полина Лагунова також едет на шест, на капеллон Да, и только для девушек, потому что очень много бородатых мужчин хотят записаться к нам Честно? Очень много, да Я в тренажерном зале видел недавно парня бородатого с косичкой, с губами, который постоянно в женской студии со всеми девочками Почему мужчин тянет на капеллон? Ну, мне кажется, все дело в том, что они хотят окружить себя красивыми женщинами Вот, потому что женщины, которые занимаются танцами на капеллоне, конечно же, становятся грациозными, сексуальными, красивыми Но это физически очень сложно Это очень сложно, да Варда, правда ли, мы вычитали в Википедии несколько фактов, ты должна подтвердить или опровергнуть Правда ли, что ты запатентовала уникальную технику танца на турнике с двумя мужчинами? Да, на горизонтальной капеллоне, все верно Как тебе это пришло в голову? На самом деле, просто было очень... Лежа на бакуна Очень неудобно было, да, заниматься, вот когда организация концертов где-то в других городах и странах Проблематично было установить конструкцию вертикальную, потому как не везде позволяли какие-то там технические характеристики Там высота потолков, еще что-то А танцевать на пилоне не хотелось А мужчины не хотелось Вот, и мы просто пришли к выводу, слушайте, а ну-ка, подержите его, а ну-ка, сейчас я сделаю, раз, два, три И потом этот танец стал одним из самых популярных в нашей программе И когда его уже стали копировать, мы поняли, что нам нужно как-то себя предостерить Мужчин ты возишь с собой или это грузчики? Только хотела сказать Нет, мужчины специально обученные Те, которым я доверяю Вот, потому что это тоже нелегко, несмотря на то, что выглядит так, вроде бы, достаточно просто Есть определенная техника Красиво Поэтому мы уже сработавшаяся команда А возможности больше на горизонтальном или вертикальном? Вот, показать программу Смотря какие цели и какие... Продолжение какое? Мне кажется, возможности не ограничены То есть каждый день придумывается что-то новое Рождается в процессе репетиции какие-то новые авторские трюки Которые ты там нигде никогда не видел И вот раз-раз и случайно так получается А это оказывается красиво У нас есть видео, на котором Варда тренуется на пилоне А наибольшая подруга Варды, Аня Седокова, за кадром снимает и скажет Молодец, моя девочка, давайте подумаем, насколько это няшно Сейчас самая крутая вообще в мире Варда сделает кое-что-что Ты невероятная просто детка Ты просто самая-самая лучшая Смотрите, у нас звезды все очень талантливые Вот ты с пилоном, там, я не знаю, Санта Димополос, тоже фитнес-победитель и так далее Вот звезды друг с другом обмениваются каким-то мастерством? Ну, вот, в принципе, вы были свидетелями Ну, ты научила А мне на опытом просто второе видео, где уже Анна повторяет этот трюк А, она попала в социальные сети А, она цензурой закрыта Ну, естественно У нас, у всех глядачей, где можно быть зараз в сегодняшней программе Утриманный подарок от Варды Да, это не просто подарок, это эксклюзивная футболка Люблю отречаться чем-то, поэтому я сделала не просто футболки А футболки ароматизированные Это что, она пахнет? Вот, поэтому, да Она пахнет в Варде? Да, она пахнет в Варде, это мой любимый парфюм Который я держу в строгом секрете Потому что я считаю, что запах женщины это еще одно оружие Помимо пластики и граци Я правильно понимаю, что девушка, которая оденет эту футболку Будет сразу мужчина Будет магнитом Будет магнитом Как минимум для армянских мужчин А это как-то нити пропитываются твоим ароматом Или ты просто брызгаешь? Нет, нет, есть специальная технология, которая закрепляется на, скажем так, более длительный срок Это чем нежели просто Пару стирок Но лучше не стирать, на всякий случай Но лучше, да Варда, давай зададим вопрос нашим зрителям, на который они должны дать ответить и получить подарок А вопрос вот такого характера У меня многодетная семья У нас в семье семеро Вот, и я хочу, чтобы победитель ответил, какая по счету в семье родилась я А правильный ответ присылаем сюда Собака-попконвейер, это твиттер Ну а сейчас давайте посмотрим на конкуренцию в украинском шоу-бизнесе Насколько жестока она А правильный ответ? Что там сказать, у российского шоу-бизнеса не шуточна Они там не гребуют поливать один одного брудом А от наши зерочки, пока боятся вступать в жесткую борьбу Уси дружат, поддерживают, радуют успеху інших Одним словом, мі-мі-мі Щоправда, одного разу Світлану Лободу таки прорвало И вона обезвала Олю Полякову бешеной кабелицей И хотя співачок важко назвати конкурентками, сварка між ними затягнулась не на один рік Вот Оля Полякова, да, она вообще не лезет в карман за словом, поэтому если кто-то не нравится, она прямо так и говорит И это кто-то, многие не любят Олю, Оля многих тоже не любит Але частіше скандали влаштовують самі піарники, аби засвітити свого артиста Взяти хоча б українські геолзбенди Як тільки біагра задала тон роздягатися, так цю тенденцію і почали розвивати А по гейм на сьогодні є гурт «Нікіта», котрі усіх конкуренток усувають всього лише трьома мотузочками на власному тілі А от колишня учасниця Ріал О Світлана Тарабарова каже, конкуренції в гурті не відчувала А продюсерка Могилевська не натравлювала дівчата одну на одну Ніхто нікого ніколи не натравлював і взагалі, в принципі, ми всі фанати своєї професії Всіх конкуренція була тільки ісключительно, а хто зробить краще музику, а хто зробить краще матеріал Чекайте, щось думка Тарабарова і розходиться з думкою іншої учасниці Ріал О Регіни Були у нас в колективі і в Ріал О вже після проєкту дуже багато ссор Ну і слава Богу, що все на творчості не віємо Бували у нас моменти, коли була конкуренція, чотири дівчинки, чотири красиві Що правда, те правда, так і красиві Але гурт все одно розпався І виходить, що колишні учасниці тепер стали конкурентками у сольній кар'єрі Я не буду конкуруватися, Света, ні в такому випадку, зачем? Я б хотіла конкуруватися з Тіни Кандилаки Але поки мені звідти і по возрасту, і по опиту далеко На лаври Тіни Кандилаки Регіна мітить тому, що перекваліфікувалась у телеведучу А колись все починалось у дівчат з фабрики зірок Де вони на три місяці стали піддослідними кроленятами у руках продюсерів шоу Чи то у продюсерів розгулялась фантазія, чи у дівчат нерви, але одного разу дійшло до бійки Ах, як красиво Тарабарова тягала за коси свою конкурентку Настю Востокову Хоча про творчу конкуренцію там не йшлося Фабрикантки бились за Вову Дантеса Я в той момент стала некой жертвой рейтингов То есть человек специально, ему дали такую задачу, меня раздражать Она на протяжении трех месяцев ходила и меня раздражала Раздражала, раздражала, чтобы я как-то отреагировала И под конец, после того, как я перенесла уже операцию После того, как у нас уже у всех, понятное дело, психика немножко, ну, была подорвана Я сорвалась, я до сих пор жалею, что в тот момент я сорвалась А сам Дантес, виявляється, теж був близьким до того, чтобы сорваться Ексфабриканта така поведінка дівчат не гріла, а навпаки виводила з себе Вообще, очень сильно хотелось кому-то врезать всегда И это были в основном люди Причем очень часто хотелось девочкам вмазать Но ты понимаешь, что их нельзя бить, их нельзя трогать А девочки зачастую бывают истерят А когда ты, реально сколько, 90 дней, одно и то же, за дня в день Одни и те же проблемы женские, они между собой сорятся гораздо больше Ты это все наблюдаешь, слушаешь, тебе просто так взять, подойти Да успокойся ты Сьогодні кожен из колишних фабрикантов иде своим шляхом И теперь уже мае смагаться не с другими новачками, как когда-то А и с усіма рыбками шоу-бизнесового океану Ну добре, шоу-бизнесового озерця Адже, как не крути, а запекло и конкуренции между нашими артистами пока немае Субтитры создавал DimaTorzok